МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Олег Синцеров потекавился под обязанностями. Невеликий концерт на привокзальной площади Гомеля промышает людей спойниться и поназирать за выступлениями молодых артистов. На импровизованные присутствуют в деньгах разностальных конкурсов и вахованцам музыкальных школ. На некоторых хмелин сирот Гледачев споняется и Гомельчанка, владельница титула «Миссис Беларусь-2014» Юлия Пирогудова. Правда, на площадку она пришла с иншими метами покинуть свой подпис за одного с кандидатов у президента. Кажет, что выбор зарабила себя дома, бо добра ведая, какой повинна быть у дальнейшим наша держава. Я думаю о том, что, во-первых, каждый человек должен ценить то, что имеет сегодня и сейчас. На сегодняшний день у нас мирное небо над головой, мы живем спокойно, стабильно. И самое главное, я уверена в будущем своих детей, в своем будущем, что все у нас будет хорошо. Якая колькость пикетов, каждый день працуя на территории Гомельской области, докладно невядома. Такая статистика просто невядется. Як до речи, нема и неких постоянных местов, где они разгортываются. Обмежевание в этом сенсе минимальное. Территория, которая заборонена для сбора подписов, по великим рахункам не шмат. Каля администрационных будинков установ эдукация, какого здоровья в исковых частей выбирается, заразумело место, где шмат людей. Каля Гомельского центрального универмага, например, одночасово працуете одразу три пикеты. Ход выборчей кампании на Гомельшине зараз контролюет каля ста надзиральников. В основном, злику местового населения, як тякаются замежные наглядальники, приедуть у регион у другой полови жнивня. Покоджа, подаденных областной комиссией по выборах президента Республики Беларусь, неких значных порушений на территории в области не зарегистровано. Инициативная группа имкнутся максимально притремливается потребованию законодавства. Если мы соберем подписи, получат эфирное время и увидят программы. К сожалению, теперь мы программы не имеем права раздавать их и агитировать. Сейчас идет сбор подписей. Хоть только сбором подписов за кандидата у президента выборчая кампания не обмежевывается. Сгодно с календарным планом, до 9 жнивня повинны быть утворены участки для голосования. Подчас попередних президентских выборов. На Гомщине их было около 1100. Подаденных областной выборчей комиссией все это повинно быть прикладно стойкиш. Наступный этап – получение представников в состав участковых выборчих комиссий. Участковые избирательные комиссии образуются местными органами власти с количеством от 5 до 19 человек. Ну, эта цифра варьируется от численности избирателей. Вы понимаете, если численность избирателей 20, 50 и так далее, то, соответственно, одно число членов участковой избирательной комиссии, если, конечно, 3000 – это совсем другое. Но это связано с обслуживанием, с подсчетом голосов и так далее. Олег Синчаров, Валерий Гипанько, Телерадо, компания «Гомель». Аграры регионы ведут работы уже на опошней чверти поселных площадей. 675 тысяч тонн сборжа нового ураджаю. Выник працы на сегодняшнюю ранецу. Найбольшь важкий уклад у областных каравай належит господаркам Речицкого, Рогачевского и Добружского районов. У каждого собрали больше, как 60 тысяч тонн. Ближе из-за всех до завершения уборочной кампании у Рогачевским и Жлобинским районах. Тут не обмолоченными застаются каля 10% площадь. Синоптики обвестили у Гомельской области оранжевую зровень небеспеки. Кожный день слубки термометров будут вздыматься на некольки деления у верх и на выходных досягнуть отзнаки у плюс 35 градусов. У совези с повеличением класса пожарной небеспеки лесогосподарча установы снова выступили за инициативой уведения забороны на наведывание лесов. Я на уже дейничаю полови районов Гомельщины и на протягу ближайших дюн будет уведена повсюдна. А кроме того, Минлясгаз рекомендует корыстальникам полевничных угодзев на больше поздний термин откласти открытие сезону полевания на водоплавную и болотную дзечину, якое повинно было отбыться 8-го жнивня. Узровень воды на некоторых реках Гомельской области досягнул критично низкой отзнаки. Обмеление самых буйных сожей Днепразы уважили аматоры рыбной лоли и отпочивающая на пляжах. Ситуация мая широк наступства, у которых хвалюют специалистов. Подробязности в нашем наступном сюжете. В конце липени на рации Припять у Мазары отбылся надзавышенный выпадок. Прогулочный теплоход смелый сел на мель. Пассажиру пришлось эвакуировать воротовальникам. На счастье, никто не потерпел. Одна из пришин здоровья – неинтенсивное обмеление, которое заразь назирается на многих реках и водоемах в области. Метеорологи башут пришины в климатичных изменах. Невеликая колькость опадков в минулогодние в осенью, а мальпуны отсутны снега зимой и поводки по весне. В дальнейшем дефицит осадков и жаркая погода, которая сложилась в данное время, обусловила спад уровней воды, в результате чего они оказались, значит, на Днепре у города Речицы уровни воды достигли исторического минимума, а на березине у города Светлогорска, беседе у села Светиловичей, сажи у города Гомеля, они достигли, они оказались ниже исторических минимумов. На СОЖе подобная ситуация возникала в 2002 году. Однако сё лета побиты рекорды за весь период надзиранью, які ведутся больше за 100 годов. Критично низкий узровень трымается уже другой месяц. Если рыбаки-купальщики только тяжко вздыхают с этой нагоды, у тех, кто працует на рации, проблемы больше серьезные. По СОЖе зараз ходят только прогулочные теплоходы, в той час, як перевозку грузов пришлось испынить. Решение проблемы под рабой великих сродков. Для поднимания гарантованных глубинь узводятся специальные сбудования, які дозволять добиться локальных поляпшеньев. А в целом это должен быть каскад сооружений. И должно распространяться, допустим, не на областной город, а опускаться ниже, доходить до Устейбе, Днепра, и опускаться еще ниже для организации сквозного судоходства. Ведь в советские времена работал флот на транзите. То есть из Мозыря грузы шли на Гомель, из Киева на Гомель шли. Конечно, хотелось бы именно вот такого состояния реки. Руслан Пролясковский, Вольга Вальченко, Игорь Марыченко. Телерады, компания Гомель. До інших тем. Заразу Гомель ведется подрыхтока до проведения доброчинного марафону «Усе фарбы життя для тебе». Ее надбудется 12-го жнивня у Международный день молоди и День добра. Подчас доброчинного марафону волонтеры Гомельской областной организации Белорусского республиканского союза молоди будут ладить шерох цікавых выстав, акций и инших проектов. Усеяны будут накерованы на оказание адресной допомоги социально необороненной категории грамадян. Детям-инвалидам, выхованцам социальных установ, молодым людям с особливостями психофизичного развития, а так само тем, кому потребны дорогие операции. Заключным этапом марафону станет концерт зуделом зорок белорусской эстрады, среди которых Петр Ялфимов, Вольга Плотникова, Алексей Хлястов. Доброчинный концерт будет ладиться у поддержки одразу двух гомельских студентов, которые опынулись в тяжкой житевой ситуации. Дарьи Мазуренко с Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны и Владислава Климашевского студента Белорусского державного университета транспорта. Они оба побывали в ДТП, после которого находятся в очень тяжелом состоянии. Белорусский республиканский союз молодежи благодаря этому марафону планируют собрать средства, необходимые для реабилитации этих молодых людей. Билеты вы можете приобрести в кассах УКЦ на улице Ланге, 17, и в Гомельской областной филармонии. Все средства, собранные от этого концерта, пойдут на реабилитацию этих молодых людей. Доброчинный концерт «Усе фарбы життя для тебя» отбудется 12-го жнивня у 18.30 у Гомельским областным громадско-культурным центры. Подробную информацию про его вы можете найти в социальных сетках або на официальном сайте областного комитета БРСМ. В Гомеле завершаются приготовления до святкования 90-го года Гомельской епархии. Как ждет, в участиях примутся дел патриарши экзарху сия Беларуси, митрополит Минский Заславский Павел, а так само калят 20 епископов с Беларуси, России и Украины. Почнутся мероприемства с святочным богослужением у свято-петропавловским соборы, галонным храме Гомельской епархии. Напередо дни свята тут побывали наши корреспонденты. У программе святкования 90-го года Гомельской епархии закладка храма у гонор святого мученика Иоанна Воина у Жлубине. Наведывание монастыра у Жлубинском районе приходов у веццей добруши. Але почнуться урочистостями навіта тут у свято-петропавловским кафедральным соборы, одним со старейших храмов Гомельщины. Инициатором его будовництва был граф Миколай Румянцев. Перший камень, закладенный у Кастрышнику 1909 года. Правда, дальнейшая история собора оказалась неоднозначной, як, до речи, и история Гомельской епархии. Утворенная у 1925-м годе, и она одразу подверглась ганенням з боку тагачасных улад. У 1929-м собор закрыли. Потым тут находилась экспозиция Мясцового музея и антирелигийный отдел. У 1962-м будинок пера утварили у планетарей. У другой половины 80-х верники поспробовали вернуть храмы, досягнули гэтайметы, хоть и с великими тяжкостями. Собирали подписи в население среди православных верующих, поехали в Минск, там тоже отказали, поехали в Москву, отдали эти подписи. Одновляли собор литерально усим светом. Гэта была саправды народная будовля, а таму и относины до храма у людей особливые. На початку 1990-го у им провели першую литургию, ясча празд год одновили звонницу. Сёння свято-пятропавловский собор, головный храм Гомельской епархии, и не выпадково, что минавито тут 11-го жнивня пройдя святочная литургия, присвеченная 90-го дзю творения епархии. Богослужение означалець патриарша Экзархусия Беларуси Павел. Сарод запрошенных гостей – архиеры из Беларуси, России и Украины. Мы стараемся по мере сил прославить Господа. Всё в храмы стараемся, чтобы в храмах было всё лучшее, что может человек сотворить для Бога своим искусством, своими умениями. Поэтому просто выражение нашей любви к Богу, то, что вы видите здесь. Олег Сентюров, Сергей Нигеревич, Сергей Лукашук. Телерадиокампания «Гомель». До речи, размова про подрехтовку до урочистости упойдет завтра у черговой программе «Деалог». Гостем студиста не епископ Гомельский Жлобинский Стефан. Задать ему питание, поделиться думками, глядачи программы смогут подчас промога эфиру по номеру телефона 77 68 45. Глядите программу «Деалог» на телеканале «Беларусь-2» завтра у 18 годин 10 хвилин. До новина у спортивного життя региона. Каля 40 спортсмена у зростам от 11 до 18 годов приймают у делу в першинстве Гомельской области по конным спорте – сирот юнаков. С поборництвы почалися сёння у Гомелі. Проходят яны на базе областного центра Олимпийского резерву по конным спорте. Максим Савин протягне. Сила прыгажо стіграція. Усю гэта аб'ядновай ў сабе конный спорт. На бластны споборництв гэта своя саблівая падвядзене выніка ў работы за год. У Гомелі лепші спортсмэны з усяго регіона на протягу 4 дзён будуть выявляць мацнейшых. Переноси Гомельской области среди юниоров проходят у нас в конце, скажем так, учебного года. И по факту, в принципі, являются соревнованиями, которые подводят итог работы тренеров за учебный год. Соответственно, это соревнования, на которых наши учащиеся могут выполнить спортивные нормативы, выполнить разряды и приобрести определённый практический опыт. Программа насышанная. Удельники споборницшують ў таких дисциплинах, як конкур, гэта перадоливання пирожко, твыездка, ті так званый танец, а так само трохборье. Складанность элементов залежить ад узросту і в опыту спортсменов. Треборье – это, во-первых, манежная езда, де всадник демонстрирует, как он управляется с лошадью, получает баллы. Далее преодоление препятствий, конкурные соревнования, то есть препятствия разрушаются, набирают очки. Тоже баллы получают. И полевые испытания. Полевые испыты, ци кросс – самый видовищный элемент трохборья. Гэта перадоливання пирожко на перасеченной мясцовости. Причым барьеры, як говорят спортсмены, мёртвые. Гэта значить нерухомые. А тому цена помылки великая. Кросс, наверное, самый сложный. А почему? Там мёртвые препятствия. Если лошадь зацепится, то сразу со всадником падает. За помылки на каждом этапе спортсменам наличивают штрафные баллы, перемагая той, у кого их меньше. Завершится першинство Гомельской области по конным спорте сяродью на Коуссомага Жнивня. Максим Савин, Валерий Гапанько, телерадиокампания «Гомель». Новины регионы, информацию о проектах телерадиокампании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте у интернете. По адресе www.tvrgomel.by. И на этом выпуск завершенный. У студии працавала Наталья Игнатенко. Усяго доброго и до встречи у эфиры.